МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При проведении конкурса на определение подрядчика по ремонту второй очереди дороги действительно была отклонена заявка одного из участников. В результате единственным участником и победителем конкурса стал тот же подрядчик, который ведет работы по первому участку. Однако по решению Управления Федеральной антименопольной службы Пермского края конкурс должен быть проведен повторно. По предписанию, выданному нашим управлением, комиссия администрации должна пересмотреть заявки. Мы считаем, что в данном случае лицо, которое незаконно отклонено, должно быть допущено. В результате должна быть конкурентная процедура, то есть лица должны посоревноваться, кто имеет право заключить. И мы надеемся, что все-таки будет определен или победит в торгах надежная компания, которая сможет с причинами наименьших неудобств построить дорогу, и эта дорога будет качественная. От Константина Валерьевича вопрос. Часто бываю в командировках в других городах. Мало где есть такая ситуация, как у нас на железнодорожном вокзале, когда за любой въезд на парковку берут деньги, даже за простую высадку пассажиров. Константин Валерьевич, по ситуации с парковкой на привокзальной площади Пермь-2. Действительно, вот уже несколько лет ведутся разбирательства. Так, по решению последнего суда, компания, организовавшая платную парковку, должна освободить занимаемую территорию. Учитывая это судебное решение, сейчас компания не имеет права вызывать с населения плату за въезд на автостоянку. Планы таковы, что все-таки либо вообще сделать стоянку бесплатной, либо организовать пропускную систему, наподобие, которая реализована в работу большого сайта. Когда можно, с использованием карточной системы, подъехать к вокзалу, высадить пассажира, забрать пассажира или багаж, ну и бесплатно выехать за пределы стоянки. Кто, кто желает оставаться собой длительный срок, в принципе, должен и может быть платить какую-то стоимость, но стоимость должна быть односторонная. Ответы на эти и многие другие вопросы вы всегда можете найти на сайте антимонопольного ведомства Пермского края по адресу perm.fas.gov.ru. Присылайте свои вопросы и нам, координаты рубрики на экране. Удачи в новом дне. До встречи.